Микс Ньюс Учёные бьют тревогу Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Здравствуйте, уважаемые слушатели Начинается программа Климат-контроль И сегодня Константин Рангс будет у нас выходить в эфир по скайпу Поскольку в настоящий момент он находится в Хельсинки И вот мы поговорим как раз о новых тенденциях в туризме И я надеюсь, что Константин поделится с нами впечатлениями от увиденного на туристической выставке в Хельсинки Константин, добрый день, как слышно? Добрый день, я вас прекрасно слышу, слышите ли вы меня? Да, слышим, и я вижу тут за спиной по видеотрансляции, это я понимаю, что и есть эта выставка? Это фойе-вход, главный вход на выставку, она только что началась, поэтому еще не так много народу, скоро пойдут уже такие толпы Но она длится 4 дня, вчера был день профессионалов, сегодня уже пошла, так скажем, широкая публика И, конечно, уже можно сказать о том, какие тенденции эта выставка продемонстрировала Да, и какие же это тенденции, потому что мы понимаем, что все, что происходит в Европе, очень быстро и доказывается до Латвии, до нас Но прежде всего можно сказать следующее, что самое главное, о чем говорят все здесь, о том, что меняется туризм Все больше и больше людей говорит о том, что они хотят путешествовать, так скажем, экологично, путешествовать правильно, с минимум нагрузки на окружающую среду То есть это очень важный момент А что это означает? Это означает сокращение числа дальних перелетов на самолетах Вот прямо-таки, да? Сразу появляется, так скажем, другая идея о том, что сокращение поездок на индивидуальном автотранспорте в пользу групповых поездок Ну, допустим, едет не один человек на машине, а сразу пять Ну, вот представьте себе, углеродный след как бы расписывается на пятерых человек Об этом люди действительно стали задумываться И что еще очень интересно, конечно, это то, что нет смысла ехать куда-то очень далеко, когда и у себя поблизости много интересных мест, вообще еще не исследованных Сейчас, можно сказать, центр выставки крутится вокруг как раз именно финских мест отдыха Вот это что очень интересно То есть экзотические страны по сравнению с прошлыми годами, например, лет 10 назад Когда вот они были самыми сильными А финские места отдыха где-то были в уголке То сейчас все поменялось Сейчас именно в самом центре, в самом интересном месте стоят именно финские места отдыха В первую очередь, конечно, это Лапландия Так что поворот ощутимый И если, например, платить живыми деньгами за компенсацию углеродного следа при полете в самолет В общем-то, даже финны не очень стремятся, об этом говорят здесь Но вот, например, выбирать отдых И, в частности, выбирать отдых более экологичный Уже собирается очень изрядная часть финских, вообще, северных туристов А насколько можно говорить, что эта тенденция будет популярна в Латвии Особенно, ну, понимая, что, например, зимой У нас очень многие как раз-таки в зимний свой отпуск планируют Для того, чтобы провести время в теплых странах То есть они как раз-таки вот зимой, вот, так сказать, у нас холодно А вот хочется согреться Ну, во-первых, тут еще интересная вещь Сейчас очень активно обсуждается тема о том, что для людей, например, старше 15 лет Зимой из наших стран лететь куда-нибудь на юг Это, в общем-то, не очень полезно Наверное, более полезно было бы, например, наоборот, лететь на север Где можно, так скажем, насладиться походами на лыжах Покататься там на собаках, еще на чем-то В общем, короче говоря, так скажем, естественные сезонные изменения почувствовать Конечно, для людей молодых, здоровых, это очень интересно В разгар зимы отправиться куда-нибудь в тропики Да хоть на Мальдивы какие-нибудь, да Но для людей, которые уже, так скажем, старшего возраста или пенсионного возраста Уже говорят о том, что, а может быть, все-таки не стоит рисковать здоровьем И лучше это время посвятить нормальному отдыху у себя в своих естественных условиях Ну, с одной стороны, ведь понятно, если мы говорим там про Соединенные Штаты Америки Там каждый штат может похвастаться какими-то своими достопримечательностями И бывает так, что американцы даже не уезжают за пределы своей страны Потому что у них, ну, есть куда, есть что посмотреть А если говорить про маленькие страны, такие как Латвия Которую можно как будто бы объехать от границы до границы за одни сутки буквально на машине Пересечь всю Латвию Вот чем, и такого же рода, в принципе, Финляндия, не самая большая страна мировая Вот насколько здесь есть возможности предложить что-то жителям такое интересное и еще не виданное Ну, я могу сказать насчет Финляндии В 2011 году я проехал тысячу километров с утра до вечера Я гнал с юга из Хельсинки на север Финляндии Это тысяча километров по автодороге И в ней еще нужно было ехать очень и очень много, чтобы добраться до севера страны Хотя Финляндия довольно длинная Примерно как два расстояния от Риги до Москвы и обратно То есть она большая И по сравнению, например, с той же самой Латвией, Эстонией и другими балтийскими странами Но дело-то тут вот в чем? Дело не только в размерах, а еще в многообразии природных зон Например, те же самые финны едут в Норвегию Это недалеко сравнительно Но отправившись в Норвегию Кстати, из Латвии тоже прекрасно можно отправляться в ту же самую Норвегию Вы оказываетесь, во-первых, в горах, где лежит снег зимой А потом вы оказываетесь на побережье, там, где фьорды Фьорды считаются одним из самых красивых мест на нашей планете То есть, собственно говоря, не нужно лететь на другой конец земного шара Чтобы увидеть эту неземную красоту И они очень активно, кстати, норвежцы себя продвигают в этом смысле Но мы находимся совсем недалеко от вас Исландия Исландию можно ездить круглый год Потому что там примерно зимой и летом одним цветом Там можно снег встретить и в июле, и достаточно теплую погоду в другое время года Тем более, что, скорее всего, если вы будете плавать, то плавать вы будете в теплых источниках Пожалуйста, из Риги можно улететь, как я понимаю, в Рейкьявик И с той же самой пересадками через Стокгольм или Хельсинки большие хабы То есть, надо сказать, что вот этот региональный туризм Он очень активно сейчас продвигается Вот видно, что просто Людям предлагают варианты Давайте съездим где-нибудь здесь, недалеко А с другой стороны, надо заметить Что вот, например, те же самые эстонские наши соседи Они очень активно организовываются Например, вот раньше они по отдельности разные СПА выступали А теперь, значит, они вот такой единой командой Эстонские СПА, всё И это действительно вызывает интерес у публики Они работают, поддерживая друг друга Вот это очень сильный эффект И, кстати, интересно, как они будут выступать Во время нашей выставки в Риге на Балтуре Вот это тоже очень интересно Потому что я обращал внимание на то Что очень часто одни и те же команды В разных городах ведут себя по-разному Это, кстати, вы хорошо заметили Да, а вот интересно, действительно Если вспомнить Балтур Всегда ведь основной зал и основной интерес Вызывает, ну вот зал, который посвящен международному Каким-то путешествием А как бы наш латвийский зал чуть-чуть находится и в стороне И такое ощущение, что победнее, поплошь Вот насколько действительно мы можем подхватить вот эти тенденции Для того, чтобы завлечь туриста Исследовать нашу родную Латвию Ну, я думаю, что прежде всего мы можем Для тех людей, которые не хотят далеко уезжать Действительно будут какие-то региональные предложения С другой стороны, это естественно, что наши объемы, платежеспособность нашего населения Она гораздо меньше, чем объем, количество населения и его платежеспособность Тех же самых северных странах Это совершенно ясно Но тем не менее, я, конечно, согласен с тем, что для очень большой части жителей Латвии А выставка, это прежде всего работает на местный рынок Конечно, поездка на юг, это будет оставаться еще очень долгое время Очень важным, интересным направлением Потому что люди действительно хотят, что называется, лета Потому что нынешняя зима, это не зима, это вообще такая бесконечная осень И неизвестно, когда она будет в весну переходить С другой же стороны, я бы сказал, что я бы не сказал, что такой уж совсем латвийский зал Как бы такой уж бедный Например, по последним годам видно, что там есть много интересных предложений И видно, что эти предложения, они как раз ориентированы и на местного туриста в том числе И на приезжего То есть они как бы держатся Мне вот очень интересно будет в этом году, как смогут выступить именно латвийские компании Латвийские фирмы Потому что в общей тенденции им нужно было обязательно бы себя как-то лучше презентовать Чем это делалось раньше Вот это будет очень интересно Сходите, посмотрите Насколько вот это переориентирование отразится, ударит по компаниям, по тем туристическим фирмам, которые занимались действительно в основном прокладыванием новых маршрутов Маршрутов в Азию, какие-то в Африку, там, не знаю, в Новую Зеландию, Австралию Насколько теперь им придется отказаться от вот этих маршрутов, сокращать потоки туристов, чтобы быть в тренде Или они будут, по вашему мнению, продолжать все-таки бороться за своего клиента Я думаю, что наши латвийские компании, они будут сохранять, продолжать работать, стремиться удержать И они удержат клиента, потому что, я что хочу сказать, разные общественные настроения Если в той же самой Финляндии говорят о том, что, да, люди как-то думают о том, чтобы организовывать, так скажем, экологический отдых Но, опять же, они не отказываются от поездок совсем Вот это очень важный момент То я думаю, что у нас, где отношения к климатическим изменениям гораздо более скептичные, чем, например, в скандинавских странах То я думаю, что наши крупные компании, которые организуют поездки в экзотические страны или просто на юг Они, конечно, своего туриста не потеряют никак Дело другого рода, что ведь одно не исключает другого Вы можете слетать на неделю куда-нибудь на юг, на 10 дней, ну, кто как может себе позволить А потом, в принципе, уже в течение, так скажем, следующих месяцев Он может позволить себе уикенд куда-нибудь уже в пределах Балтийского региона А может быть он отправится где-нибудь отдыхать на более длительный срок То есть идея эта заключается в том, что сейчас появляется более много вариантов И человек может как бы более гибко это все Люди не обязательно ездят на пляж, можно сказать так И вот эта тенденция, она, очевидно, будет происходить Может усилиться культурный туризм Ну вот есть тут такая точка зрения, об этом говорят Но я думаю, что, я говорю, нашим компаниям беспокоиться-то нечего Поскольку наши слушатели в массе своей климатически скептические люди Насколько тенденция вот отказа от полетов, дальних авиаперелетов Может отразиться на туризме, потому что всегда ведь Ну, если брать там, не знаю, прошлый, позапрошлый век Путешествие куда-либо, это было целое огромное приключение То есть когда молодой человек хотел повидать мир Он отправлялся на год или два в путешествие Было понятно, что передвижение, оно связано не только с опасностями Но и с очень большими какими-то временными затратами Сейчас, особенно вот в наше время, люди, может быть, все-таки не готовы Жертвовать личным временем Им хотелось бы, ну вот одним мановением щелчка перенестись куда-то Мы уже привыкаем к такому темпу жизни Что, вот кажется, отправиться в Америку Каким-нибудь трансатлантическим лайнером Который будет несколько недель находиться в путешествии Это какая-то непозволительная роскошь Ну, во-первых, можно сказать, что трансатлантические лайнеры Которые ходили еще в 50-е годы Между Старым Светом и Новым Светом Даже, по-моему, в 60-е они ходили Проходили это расстояние меньше, чем за четверо суток То есть четверо суток через Атлантику Это очень немного С учетом того, что вы находитесь на шикарном лайнере Где у вас и рестораны, и денсинги, и бассейны, и массаж И все такое прочее То есть само путешествие – это отдых Что я здесь вижу? Я здесь вижу, что, например, очень активно продвигаются Финскими же фирмами, например, такие путешествия Как путешествия по Транссибу Аж до Владивостока или, например, до Пекина При этом путешествия по Транссибу Это, в известной мере, более зеленое путешествие Потому что весь Транссиб электрифицирован То есть вы едете на электрической тяге Кстати, по территории Финляндии тоже поезда В основном, основные направления Они на электрической тяге И здесь даже поезда очень красиво раскрашены Такими зелененькими елочками-птичками И называется вихраэнергия – зеленая энергия То есть железные дороги позиционируют себя Как экологический вид перемещения в пространстве Мало того, сейчас при наличии интернета Вы можете ехать, смотреть фильмы, развлекаться В общем, короче говоря, это появляется такой своеобразный возврат И еще говорят, что это как раз такой детокс Тайм-детокс То есть вы выпадаете из вот этой вот беготни Каждый раз все успеет Туда-сюда, сели, прилетели, выбежали А вы спокойно едете И вы никуда уже не спешите Потому что вы не можете обогнать поезд Вот это предлагается как новый вид отдыха И судя по тому, как там люди интересуются И берут буклеты Я подозреваю, что это начинает их интересовать Какие возможности действительно предлагаются сейчас Вот насколько в будущем предполагается Может быть открытие каких-то новых железнодорожных направлений Которые будут связывать крупные какие-то центры Европы Делая само перемещение Действительно, например, из Финляндии до Мадрида, Барселоны Или Португалии Сделают очень быстрым и комфортным Ну вот это очень интересный вопрос Потому что в 2007 году я хотел добраться Из Стокгольма до Аликанте в Испании На поезде И когда я стал смотреть, сколько мне нужно У меня получилось 8 пересадок То есть гораздо быстрее и проще было доехать на машине На своей Но я про самолет не говорил И вот сейчас как раз я уже слышал Идет разговор о том в Европейском Союзе О том, что с этим пора завязывать Вот такой раздробленностью Национальной раздробленностью железных дорог Что нужно опять создавать такие сплошные коридоры Что условно говоря, чтобы из того же Стокгольма Для Аликанте Ну была бы максимум одна пересадка И вот тогда ты действительно Где-то ты едешь на скоростном поезде Где-то пересаживаешься на ночной Так называемый тройнотель Это наш купейный поезд по сути дела Но с хорошим рестораном И ты уже едешь ночью Какая разница, где ты будешь спать Вот об этом они презентуют это таким вот образом Ты просто-напросто ночуешь Экономишь на отеле Но приезжаешь ты, например, в то же самое Аликанте На второй день уже утром И все прекрасно И ты и экологии как бы хорошо А с другой стороны и тебе не напряжно Вот эта идея о том, что связать все железные дороги Европы В одну сплошную и управляемую Хорошо управляемую систему Она сейчас очень активно продвигается Кстати, на уровне руководства Еврокомиссии И та же самая госпожа наша, так скажем, президентша Госпожа Урсумла фон Дреляйн Она как раз говорила в рамках своего вот этого зеленого плана Что пора объединять все железные дороги, все Европы Насколько вот эта идея отражается? Находит ли она отражение вот на этой туристической выставке в Хельсинки? Есть ли здесь какие-то предложения, которые позиционируют Вот это железнодорожное путешествие вот как-то по-особенному? Ну, можно сказать, что говорят Я говорю, вот больше сейчас не столько Европа Поскольку Европа, вот как раз беда вся в том Что Европа фрагментирована своими железными дорогами То есть они есть, они хорошие Но они, в общем-то, национальные Они не проходят через границы А вот как раз российская сторона Она очень хорошо себя презентует Потому что пространство железнодорожной колеи 15-20 То есть 1 метр 52 сантиметра Она, что называется, аж до Тихого океана И это очень хорошо Потому что это и в Казахстан можно уехать В Среднюю Азию, в Закавказье То есть финские те же фирмы Они предлагают вот эти вот варианты Например, очень интересный вариант На поезде в Сочи Здесь уже были такие экскурсии Когда выезжали из Хельсинки Приезжали, по-моему, на второй день в Сочи Поездка в Розахутор Катание на лыжах Там на этих бубликах Все прочее Проживание в отелях После чего опять поезд Хороший поезд И возвращение в Хельсинки Это все, по-моему, 9 дней Или 7 дней Вот где-то вот такие вот путешествия Сейчас очень активно Видел здесь Татарстан Очень-очень сильно себя продвигает В том числе рассказывается Как хорошо можно добраться до Татарстана На поезде То есть вот это восточное направление Очень активно поняло Что оно может презентовать Свою сильную сторону Железные дороги То есть то, что раньше считалось отсталостью Сейчас становится, наоборот, сильной стороной Ну, знаете, я вот тут разговаривал Насчет отсталости Как местный житель сказал Что отсталостью становится авиация Поскольку она до сих пор использует керосин То есть вот она отсталость А еще что интересно То, что, конечно же, современные поезда Это уже совершенно не то, что было Даже 15 лет тому назад Это поезда, в которых есть душ Поезда, в которых койки гораздо более длинные И там не надо спать Поджав ноги, да То есть это уже совершенно Это действительно отели становятся поезда Отелями на колесах И они себя очень активно позиционируют Именно как отели на колесах А скоростные поезда Ну, это, извините меня, по сути дела Самолет Только на электрической тяге Если он идет со скоростью 300 км в час То его средняя скорость Допустим, добраться из центра Петербурга До центра Москвы Получается быстрее, чем если человек бы добирался на самолете Так что, а я уж не говорю про разные такие страны Как Франция, Германия И уж тем более Япония с Китаем Так что поезда, это не то, что было Поезда, вполне возможно, это то, что будет Вспоминаю как раз-таки Классические восприятия поезда Это плацкартный вагон Где ноги торчат все время в проходе тех людей Которые лежат на полках И место возле туалета Страшный, конечно, там сам туалет То есть вот все эти ужасы Они уходят в прошлое, можно сказать Ну, вы знаете, парадоксально Когда вот я разговаривал вчера С финским специалистом Который рассказывал, что он ехал Из Костромы в Москву И вот он говорит Поезд из Костромы Или в Петербург Он ехал, да, из Петербурга Он ехал из Костромы Кострома, да В Петербург И он говорит Какой был поезд хороший Душ Вакуум, туалеты Частота Видео Все прекрасно было Совершенно замечательно А вот потом, когда он сел на другой поезд Какой-то То там уже было действительно Возвращение в прошлое То есть, конечно, прошлое еще остается Но происходит смена А в европейских странах Такую действительно Это уже Ведь государственная программа Вырисовывается для Европейского Союза Сделать поезд Основным видом транспорта Дальнего Я думаю, что если это будет Что называется Весь Европейский Союз Со своей экономической мощью Так скажем Навалится на эту задачу То они ее выполнят Вопрос только, конечно, в том Что сочтет Европейский Союз Для себя важнее Ставить, реконструировать Допустим, дорогу Север-юг, например Станголем Копенгаген Берлин и дальше До Юга Испании Маршрут, по которому ездят Миллионы европейцев Каждый год И тут по несколько раз Волнами туда-сюда Или, например Действительно выложат деньги На Рейл Балтика Вот я не знаю Как они будут поступать Как они будут решать Это вам Да Но вот насколько Авиакомпании чувствуют себя Уютно ли Вот в том В этой ситуации И насколько Может быть Ну какое-то Их лобби Или там Какие-то интересы Учитываются Поскольку ведь До недавнего времени Как раз таки Авиация была Основным перевозчиком Ну людей По Европе Ну она пока И остается Основным перевозчиком И еще долго Будет оставаться Пока что Ничего Ведь кроме Таких вот Действительно Хороших идей В Европе Не произошло То есть все говорят Что мы сделаем Железную дорогу Единой сетью Которая Соединит Весь Европейский Союз Но пока Это только Как бы Разговоры И декларации О намерениях Авиация Ближняя авиация Лоукостеры Это то Что мы знаем Что оно существует На данный момент То есть Трудно сказать Они никто Не скажут Наверное Сейчас Так открыто Что они Думают На будущее Но несомненно Что они тоже Начнут Придумывать Какие-то Варианты Чтобы с одной Стороны Удержать Низкие цены А с другой Стороны Естественно Они будут Думать о том Чтобы Так скажем Быть более Так скажем Экологическими Экологичными Вот это Действительно Они будут Тоже стараться И если они Физически Есть какие-то Ограничения По физике Элементарной физике Связанной С использованием Углеродоводного Топлива То Например Какие-то Маркетинговые Ходы Они вполне Возможно И применены Так что Несомненно Что нас впереди Ждет очень Интересная Картина Схватки Гигантов Это Авиационные И железнодорожные А насколько Сами Вот Финны Люди Которые Хотят отдохнуть Вот Потенциальные Туристы Сейчас Готовы Ну Терпеть Какие-то Может быть Определенные Неудобства Или Платить Больше денег Или Еще Какие-то Моменты Ради Благородной Цели Сократить Выбросы Вредных Веществ В атмосферу Для того Чтобы Сберечь Планету А вот Это тоже Очень интересно Потому что С одной стороны Все поддерживают Экологические Начинания С другой С другой Стороны Был Проведен Интересный Опрос Согласно Которому Сорок Процентов Только Сорок Процентов Вообще Отказалось Идти на Какие-то Жертвы Свои Личные Персональные Жертвы Во имя Экологии Вообще Вот это Очень интересный Момент Потому что Когда Разговор Заходит О конкретном Человеке О конкретных Деньгах Сразу Меняются Многие Вопросы Например Буквально Перед началом Выставки Финская Телерадиокорпорация Юля Опубликовала Материал Посвященный Настроениям Финских Туристов И там Говорилось О том Что Очень Небольшая Доля Финов Готовы И Они Компенсируют Углеродный След Когда Покупают Билет На самолет То есть С одной стороны Вроде бы Люди Думают О том Что Не надо Мне лететь Далеко А может быть Поближе Где-нибудь Вот действительно Нужно Что-то Думать Насчет Экологии Полетов А когда Дело Доходит До практики И тебе Говорят О том Что Они Желаете Заплатить Вот За все Эти Выбросы То Сразу Сразу Выясняется Что Возможно И Не Желают Поэтому Надо Сказать Что Дискуссии Вот эти Публичные Это Конечно Одно А вот То Как будут Люди Реагировать Своим Кошельком Да Создать То Это Конечно Вопрос Очень Интересный Очень Дюбикат Насколько Вот это Нежелание Ну вот Новый Тренд Того Чтобы Совершать Меньше Дальних Поездок Может Ударить По Странам Которые Традиционно Считаются Ну Какими-то Такими Туристическими Меккой Туризма Там Условно Говоря Там Париж Берлин Вот Если Вдруг Например Там Из Восточной Европы Туристы Решат Меньше Посещать Ну Такого Рода Какие-то Там Лондон Какие-то Такие Туристические Центры Не Ну Ударит ли Это По Экономике Вот Этих Стран Этих Столиц Мое Личное Мнение Что Они Могут Не Беспокоиться По Этому Поводу Прежде Всего С одной Стороны Как раз Восточная Европа Бывший Советский Союз Он Очень Скептично Относится К вопросам Изменения Климата И не Потому Что Люди Не Верят Он Меняется Из-за Них И С другой Стороны Люди Например Не Могут Понять Каким Образом Они Будут Выживать Если Вы Директивно Например Запретите Польским Шахтерам Добывать Уголь Вот Что Этим Людям Делать 80% Всей Польской Генерации Это Угольная Генерация Электроэнергии Что Им Делать Этим Людям То Польша Зависит От Угля Гораздо Больше Чем Например Россия От Нефти Допустим Возьмем Еще Одну Вещь Важную Это Страны Третьего Мира Тот же Самый Китай Теперь Уже Вьетнам Индонезия Латинская Америка Что Происходит Когда Там Люди Начинают Жить Чуть Чуть Лучше Выходят Из Нищеты И Приближаются К понятию Среднего Класса У них Тут же Появляется Вот Эта Мысль Нужно съездить В Париж Нужно съездить В Берлин Отдохнуть В Европе Они хотят Пожить Хотя бы Во время Путешествия Так как Живут герои Фильмов Которые Они видят То есть Вот это Очень важный Момент Третий мир Тоже Богатеет Там Появляются Обеспеченные Люди И эти Обеспеченные Люди Несмотря на Офисе Выхлопы Они обязательно Поедут В Европу В эти Туристические Мегни Чтобы Условно Говоря Сесть Где-нибудь На набережной Марселя Выпить Вина Скушать Суп А как Они будут Добираться И сколько Они выбросили Углекислого Газа Их это Не волнует Потому что У них На родине Те люди Которым Не повезло Так Они Не думают Вообще О том Сколько Выбрасывают Углекислого Газа Дрова Или Керосинка На которой Они готовят Своё Скромное Кушание Скудное Вот что Очень важно Поэтому В известной Мире Европа Европейское Население Из развитых Стран Оно Может себе Позволить Всякие Я бы Не побоюсь С этого слова Чудачество А вот Огромная Масса Населения Третьего Мира Которое Гораздо Больше Чем Население Условно Га Первого Ну сравните Вот Золотой Миллиард А население Планеты Больше Семи С половиной Миллиардов Вот это Вот люди Из этих Оставшихся Шести С половиной Миллиардов Они Как раз И будут Стремиться И в ту же Самую Францию И в Англию И в Германию Они едут В ту же Россию В Японию В развитые Страны Потому что Что они Видели Что слышали Они хотят Приехать Они хотят К этому Прикоснуться Другое Дело Что нужно Будет Что называется Учить В том числе Языки Такие Как Суахи Или Парфи Урду Ну которые Сейчас Кажутся Экзотическими Но французам Легче Третья часть Франции В Африке Говорит По французу Поэтому В этом отношении Вообще Хорошо Вот Но Африка Едет во Францию Вот я общался С африканцами Которые говорили Ну это ж как Это вообще нормально Съездить В метрополию В Париж Обязательно Родственники Там навестить Или например Как австралийцы Говорят о том Что хорошо бы Съездить домой Куда домой В Англию Традиционно Это вот слово Да Потому что Они вроде Уже все 300 лет Австралийцы Там 250 Да Но все равно Вот как бы Съездить в Англию Для них это Очень важно Для того Чтобы ощутить Корни Свои корни Откуда все Произошло Поэтому Я говорю Тут беспокоиться Нет Не стоит Да Ну что же Тогда будем ждать Я понимаю С большим интересом Выставки Болту Чтобы сравнив Вот эти две выставки Хельсинки И Ригу Понять Насколько все-таки Эти тенденции Будут близки Насколько будут Восприниматься Нашей уже местной Публикой Общественности Да Спасибо большое Это очень интересно Благодарю Спасибо большое Константин Дранкс Был сегодня В нашей студии Мы связывались По скайпу Из Хельсинки И где проходит Сейчас туристическая выставка До встречи